рассмотрим какие бывают типы джойнтов а то есть чтобы превратить модель в робота который двигается нужно указать а что в нем может двигаться конечно же двигаться в нем могут суставы и передвигать изменять положение звеньев друг относительно друга так вот как каким образом они могут двигаться это указывается с помощью типа нашего джойнта джойнты бывают превалют continuous prismatic fixed floating и планар револют это обычное шарнирное соединение которое вращается вдоль какой-то оси как пример какой-нибудь тот же манипулятор который вращается вокруг оси z например или оси x также обычно револют имеет какие-то пределы то есть например наш манипулятор крутится вокруг оси z от 0 до 2 и то есть на 360 градусов на 720 уже не может continuous этот такой же шарнир который не имеет пределов для чего он нужен например для симуляции колеса автомобиля то есть колесо автомобиля она тоже крутится вокруг одной оси но она может крутиться бесконечное количество раз то есть для этого используется тип continuous призматик это сказать скользящее соединение которое скользит вдоль оси также имеет ограниченный диапазон какой может быть пример например если вспомнить краны когда у нас изначально рука крана допустим сложена и распрямляется может может раз растягиваться это скользящее соединение fixed на самом деле не сустав это больше используется для того чтобы сначала протестировать свою модель посмотреть как она выглядит а потом переходить уже к каким-то движениям или если у нас несколько звеньев которые представлены простыми моделями допустим два цилиндра и мы хотим соединить каким-нибудь то есть не хотим рисовать переходить в кат систему а хотим прям в нашем urdf смоделировать мы можем их объединить вот таким условным условным джойнтом и потом работать с этими двумя звеньями как с одним целом флотин шарнир обеспечивает движение во всех степенях свободы то есть может вращаться как угодно и и по всем осям и вращаться вокруг всех осей планом тут думаю из названия понятно что допускает движение только в определенной плоскости вот например когда мы указываем тип превалют конечно же нам нужно указать дополнительные параметры для реалют это аксис то есть мы указываем единичку в том положении вокруг какой оси вращается данный сустав как вы понимаете можно указать несколько единичек сделать что-то более сложное но обычно ставят для простоты в одно положение также можно указать пределы не только по позиции но и по силовому и скоростному значению ну и дальше указываем родительский дочерний линк и где наш джоинт как происходит трансформация от родительского к дочернему коллизии очень важный элемент в моделировании робота это пересечение столкновения то есть мы когда стоим на земле мы по сути создаем такое столкновение с землей то есть как минимум чтобы робот не проваливался сквозь землю нам нужно сделать столкновение то есть коллизию в ногах с землей иначе они пройдут друг сквозь друга может быть посмотрим в следующих лекциях как это выглядит забавно в симуляторе для того чтобы указать коллизию есть соответствующий тег он ставится на том же уровне внутри линка как и visual и может задаваться также геометрией мешем возможно чем-то еще как вы видите в принципе я просто скопировал из визуальной части и вот коллизию оставил такой же в большинстве случаев это так и работает то есть то что вы видите с тем вы и должны сталкиваться несколько комментариев есть два случая когда коллизии лучше ставить не такие же как визуальная часть первый момент это для более быстрой обработки для более быстрых вычислений симулятор это программа которая делает довольно много вычислений и если коллизии если пересечения нам не обязательны если мы работаем допустим с одним симулятором и нам не нужно с одним манипулятором и нам не нужно например смотреть чтобы манипулятор не задел другую модель или там человека в симуляторе или что-либо еще можно либо удалить вообще коллизии в остальных элементах оставить только самое важное либо сделать их очень простыми то есть не на основе сложных mesh файлов а на основе обычных цилиндров параллелепипедов кубов таким образом симулятору будет легче рассчитывать пересечение двух кубов нежели двух сложных элементов также с помощью коллизий можно задать безопасные зоны то есть допустим у нас есть какое-то чувствительное оборудование да и например сверло нам нужно задать в симуляторе безопасную зону вокруг сверла то есть чтобы смотреть не только когда чтобы увидеть когда не только что-то приближается пересекает зону сверла да сделать эту зону больше или например ограничить зону манипулятора для того чтобы там человек или там в симуляторе это будет какой-то другой робот не пересекал данную зону то есть он будет сталкиваться с этой зоной еще одним важным элементом для описания робота является инерция как вот видите на забавной картинке который наш нашел на ней просто описывается что такое инерция это сопротивление вещей изменению их движения то есть вещи сопротивляются когда их пытаются ускорить вот как указывать инерцию в urdf описании также на уровне коллизии мы добавляем тег inertial конечно же важнейшим параметром является масса но также есть более тонкие параметры настройки которые представлены в виде матрицы если вы специалист вы можете сразу заполнить эти значения но сразу скажу что эти значения определяются довольно сложно для каждого звена робота и определение этих элементов определением этих элементов занимаются отдельные люди отдельные большие главы темы поэтому мы на этом останавливаться глубоко не будем попробуйте поставьте значения какие-то из примеров и они в целом должны довольно неплохо работать также можно нашу rdf впоследствии визуализировать с помощью разных приложений таким образом вы увидите кинематическую структуру то есть у нас есть базовый линк у нас есть трансформации структуры к левой ноге правой ноге то есть голова и так далее таким образом вы можете увидеть всю структуру нашего робота это дерево структуры может быть очень большим и сложным поэтому не всегда это удобно удобнее конечно посмотреть что у нас получилось чем мы увидим в симуляторе чем мы увидим какие-то цифры но возможно когда-нибудь будет полезно и в таком виде увидеть структуру может на в то то